Привет, с вами Соколовский и за биткоин практически ничего невозможно купить Все по очень простой причине, потому что у него огромнейшая волатильность Потому что постоянно кто-то манипулирует курсом, потому что прямо сейчас зачастую долгие транзакции Которые там уже стоят дорого, в общем, все вы это прекрасно знаете Даже когда кто-то пытается из очень крупных фирм и компаний ввести оплату биткоинами В итоге они ее отрубают, как это сделало, например, Steam Просто дело волатильности Тем не менее, именно криптовалюты, по идее, должны давать возможность платить за товары наиболее удобно С наиболее низкими комиссиями, наиболее быстрой, при этом без налогов и без всяких посредников И в этом-то и суть всей криптовалюты И именно по этой причине было бы логично ввести оплату криптой на маркетплейсах Но сами подумайте, будут ли крупные компании по типу там Амазона, Гугл и прочих использовать криптовалюту? Ясное дело нет, потому что у них уже есть сложившаяся инфраструктура Потому что они сильно завязаны с государствами Для большинства крупных компаний пустить криптовалюту к себе это все равно, чтобы пустить лесу в курятник И это очевидно в свете того, что сейчас Snapchat, Google, Facebook, все они запрещают рекламу ICO Хотя, казалось бы, когда-то давным-давно все эти компании из эпохи .com появились точно так же Выросли из IPO, что является тем самым, что ICO Тогда тоже многие были не застрахованы и тоже разорились Тем не менее, эта эпоха завершилась очень хорошо и привела к появлению таких крупных и здравствующих компаний Давайте же поговорим о перспективах покупки реальных товаров в интернете за биткоины или за другие криптовалюты И про проект Elegma, о котором я вам сегодня расскажу Амазон, компания, которая появилась в 1994 году Сделал ее Джефф Безос И он из своего, собственно, гаража практически, как и многие другие в то время гаражные стартапы, отправлял товары Он лично доставлял книжки своим покупателям из интернета И со временем он смог добиться того, что его компания разрослась, он добавил еще больше сотрудников Но он сделал несколько офисов, он нарастил качество покупателя И в итоге прямо сейчас он является миллиардером И на какое-то время он даже стал самым богатым человеком планеты Но во всем этом интересно то, что с 1994 года до 2001, то есть очень много лет, проект был в минусе и все это не окупалось И вот только после 2001 года, наконец-то, Джефф Безос вышел в плюс Прямо сейчас Амазон это огромнейший маркетплейс, который является конкурентом Алиэкспресса и многих других глобальных маркетплейсов Которые являются чуть ли не монополистами на рынке продажи товаров в интернете Но так ли они хороши? Прямо сейчас тот же Амазон не особо-то занимается инновациями В основном Джефф Безос, его создатель занимается тем, что запускает ракеты в космос Потому что, да, это очень круто, он запускает ракеты и все такое Но это его личное влечение и, естественно, что он, можно сказать, несколько подзабил на Амазон Да, он пытается там ввести доставку дронами и все в этом духе Но по факту это все скорее просто пиар-ходы Маркетплейсам очень сильно нужны инновации для того, чтобы текущих монополистов кто-то смог подвинуть Так что сегодня я расскажу вам про Элигму Это проект по созданию глобального маркетплейса на основе искусственного интеллекта и блокчейна Это сервис, который позволяет совершать покупки в одном месте И при этом еще и предполагает программу лояльности Которая позволит им получать криптовалюту за то, что вы покупаете И после этого тратить эту же самую криптовалюту на другие товары Самое классное, что предлагает Элигма, как по мне, это механизм Элипэй Оплата криптовалютами за разного рода товары И вот это вот реально очень нужно Потому что пока все трейдеры, пока крупные игроки и киты пытаются просто манипулировать курсом, чтобы стать богаче Тем временем нужны просто реальные механизмы для того, чтобы обычные люди смогли платить криптой Вот это реально очень сильно нужно Только представьте себе Элигма собирается запустить в огромнейшем торговом центре Европы Одному из самых больших названий BTC Pay Что как бы говорит само за себя Оплату при помощи вот этого самого Элипэй Это нереально круто Платформа Элигма позволит делать следующие вещи Во-первых, позволит управлять учетными записью магазинов и покупателей на одной платформе Во-вторых, умные алгоритмы платформы помогут покупателю найти самое выгодное предложение И поможет в этом машин-лёнинг Ну и наконец, Элигма представляет себе что-то вроде кэшбэка Можно получать токены Эли за покупки, а затем тратить эти токены на новые покупки в интернете или офлайн Я очень сильно удивлен, почему еще сильно не распространены криптовалютные сервисы кэшбэка Кругом разного рода сервисы кэшбэка, но криптовалютного распиаренного еще нет Элигма есть три кита, за счет которых она собирается быть конкурентной на вот этом рынке маркетплейсов Во-первых, это поиск по тысячам онлайн-магазинов Притом, возможность на всех этих онлайн-магазинах расплачиваться при помощи криптовалюта Даже там, где крипта не поддерживается изначально Во-вторых, это качественная инвентаризация покупок клиента и максимизация пользы от них То есть использование этой бигдаты для того, чтобы предлагать еще больше товаров, которые точно подойдут клиенту И возможность избавляться даже от товаров, если они уже не нужны Ну и наконец, как я уже говорил, это кэшбэк, который объединяет агентов розничной торговли в открытую и незамкнутую систему поощрения Знаете, у меня вот такая вот огромная пачка карточек разного рода магазинов, которые позволяют получать бонусы Элигма позволяет все это объединить и пользоваться просто одним аккаунтом для того, чтобы получать бонусы везде и всюду Удобно Но давайте еще поговорим и про риски данного SEO и данного проекта как такового Во-первых, очень сложно сформировать первичный рынок Ну то есть вот самых первых покупателей, которые будут пользоваться сервисом Элигмы Потому что все уже знают Амазон, все уже знают Алиэкспресс и они в основном сидят там Им просто лень пока, чтобы переходить на другие сервисы Они еще до конца не понимают тех преимуществ, которые дает крипта Во-вторых, очень конкурентная среда Есть Амазон, Алиэкспресс, очень крупные монополисты, которые, безусловно, не дают развиваться вот таким вот новеньким участникам рынка Ну и наконец, последний риск, это проблема формирования авторичного рынка Ну то есть сложно очень обзавестись бизнес-связями, когда рынок уже поделен и все уже друг с другом сотрудничают Вклиниться во всю эту схему довольно сложно Тем не менее, плюсов у Элигмы очень много И в частности, у нее довольно именитая команда Некоторые из членов команды даже работали лично со Стивом Джобсом и Тимом Куком Основатели Элигмы это Дэжен Ролжик, основатель ABC Accelerator Матый Григорьевич, основатель и управляющий директор Вибера Это уже существующие криптовалюты, которые неплохо держатся И Хосе Мермаль, директор и представитель BTC DD У них очень много экспертов по блокчейну, в области машинного обучения И адвайзеров, которые помогут развиваться проекту И еще из плюсов то, что у них очень хороший информативный сайт У них очень широкое освещение в прессе Они очень много выкупают рекламу Потому что у них нормальные бюджеты Они вот на пресейле собрали уже 5 миллионов долларов На старте у них уже было полтора миллиона евро своих личных, как я понимаю Потому что проект начался именно с этого И они явно им горят И наконец-то заметить, что у них еще активная комьюнити, которая прям еще занимается Напомню, что у них есть еще и баунти-программа, которая позволит получать их токены бесплатно И вы можете получить Эли просто за какую-то активность Можете посмотреть про это ветку на биткоин-токен Начало пресейла уже было 20 марта Окончание пресейла будет 10 апреля А начало основного этапа ICO 17 апреля Всего будет выпущено порядка 500 миллионов Эли Из них 60% предназначено для ICO На данный момент цена одного токена Эли это всего лишь 10 центов Поэтому потенциал для роста вполне себе есть И токенов не такое уж астрономическое количество, как любят выпускать в миллиарды некоторые текущие стартапы Лично мне нравятся децентрализованные маркетплейсы и сама идея именно оплаты товаров за крипто То, что да, я понимаю все минусы, которые существуют Но только в том случае, если крипта будет использоваться конкретно для оплаты товаров в интернете Только тогда она будет успешной Потому что обычные люди должны начать пользоваться блокчейном и криптовизм Для того, чтобы это все по-настоящему стало масштабным И по-настоящему все это вошло в нашу жизнь Только тогда что-то получится Потому что сейчас зачастую это всего лишь механизм для спекуляций Я очень верю в как раз таки ICO, которые нацелены на маркетплейсы Безусловно, есть риск того, что многие из них умрут Многие из них вообще никак не взлетят И случится то же самое, что и с эпохой доткомов Но, тем не менее, я инвестирую в некоторые из них, потому что мало ли что Ссылка на ICO Eligma будет в описании Участвуйте, если вам тоже нравится этот проект Постараюсь в будущем делать обзорчики ICO такими более с личным мнением Потому что мне постоянно появляются рекламодатели, которые хотят, чтобы я пропиаривал ICO Мне приходится очень большому количеству людей отказывать Дело в том, что почта просто ломится Вы не представляете, сколько нам народа пишут Каждый день по несколько десятков человек И у каждого свое ICO И приходится реально отбирать проекты, чтобы хоть что-то вам показывать Скоро выйдет ролик о том, что прямо сейчас просто происходит на рынке Потому что давно таких обзорчиков не выходило И подписывайтесь на канал, на наш телеграм-канал По ссылке в описании Нас там 30 тысяч, насколько я помню, уже человек Скоро будет ребрендинг всего нашего издания, к слову И очень много всего изменится С вами был Соколовский Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok